Так и не скажешь, что Алексей Петрович в семье Любови Григорьевой приемный. Отец, дед, тесть. Месяц назад Григорьева официально взяли фактически чужого им человека под опеку. Оказалось, в очень трудной ситуации жизненной. Он остался один, он жил с женой, остался один, жена умерла. Он получил очень серьезную травму. Лежал в реанимации, мне позвонили из больницы, так как у него никого нет, кроме меня. И попросили приехать. Я приехала, все бросила и поехала. Там, конечно, я ухаживала за ним, выходила его. И с мужем приняли решение забрать к себе, потому что он не мог за собой не ухаживать, ничего. Алексей Петрович Любови очень дальний родственник. Взять его в семью она смогла по региональному закону о приемных пенсионерах. Опекуны должны обеспечить старикам жилье и питание. А за то, что семьи выполняют функцию казенного дома престарелых, им доплачивают. Вознаграждение людям, которые приняли пожилого человека в семью, составляет более 7 тысяч рублей. И личные средства вот этого гражданина, они тоже могут расходоваться на его содержание, но не более 75% от того, что он получает ежемесячно. Соцработники обещают регулярно следить, чтобы за стариками был уход, а их пенсия не шла в карман к опекунам. Приемные семьи для стариков в альтернативу государственным интернатам. Их в России мало и обычно они переполнены. Да и у медсестер там на всех рук не хватает. А так выглядит сейчас на дом престарелых. Никаких процедур и прогулок. Сюда доживать свой вид берут стариков, которым не хватило места в государственном интернате и за кем не могут ухаживать родственники. Бизнес свой официально владельцы таких приютов не оформляют. В России слишком дорого. Чаще всего частые интернаты открывают в арендованных котелях. Этот человек здесь живет уже давно, я думаю. Ее просто не забирают родственники, потому что она в очень сложном состоянии. Мы вызывали скорую. Скорая сказала, что состояние сложное, но стабильное. Ирина Хонина свой дом вслепую сдала в аренду. Когда прокуратура вскрыла нарушения, хозяйка частного интерната сбежала, а одинокие старики остались Ирине с мужем в нагрузку. Государство говорит, казенных коек на них нет. Семье приходится уговаривать дальних родственников забрать стариков. Вчера я тебе свежее заварила, давай кушаем. В Челябинске приемную семью нашли уже 18 стариков. Суцработники уверены, это только начало. Сейчас они активно рекламируют проект приемной семьи во всем регионе. Екатерина Пономарева, Настоящего Времени. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!